Не откроют ли Заречный в 2018 году в связи с предстоящим акционированием градообразующего предприятия? Этот вопрос на пресс-конференции главы города прозвучал первым. Олег Климанов заверил журналистов, что Заречный в ближайшие несколько лет сохранит статус закрытого административного территориального образования. Акционирование ПО «Старт» и открытие города Заречного никак между собой не связывается. И Алексей Евгеньевич Лихачев сказал, что на сегодняшний день вопрос об открытии города Заречного в повестке дня ни у кого не стоит. То есть ближайшая перспектива, ну я ее рассматриваю на ближайшие пять лет, то есть этот вопрос рассматриваться не будет. В 2017 году Заречный был включен в федеральные программы «Безопасные и качественные дороги и комфортная городская среда». За ходом проведения работ в рамках этих проектов осуществлялся многоуровневый контроль. Журналисты поинтересовались, был ли выявлен брак при проверке и кому предстоит устранять недостатки. Экспертиза, которую делал Минтранс по программе «Безопасные и качественные дороги», все дороги выполнены соответствующим качеством. То, что касается комфортной городской среды, здесь некоторые нарушения выполнения этих работ, некоторые недоработки связаны с асфальтированием внутри дворовых территорий. Но они связаны в основном с тем, что не подняты колодцы, дождеприемники. И поскольку просто подрядная организация не успела до наступления зимнего периода, то эта работа сразу будет выполнена в весенний период. Будет ли Заречный участвовать в федеральном проекте «Комфортная городская среда» в 2018 году? И какие территории планируется благоустроить? На 2018 год сформировали перечень общественных мест, которые предполагаем для того, чтобы реконструировать в течение периода действия этой программы. В данный перечень входят 10 общественных мест. Мы по этим местам в ближайшее время буквально проведем обсуждения общественные, выберем несколько общественных пространств, проведем рейтинговые голосования. Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о судьбе пустующих муниципальных зданий, в частности, что будет с художественным музеем-салоном имени Лермонтова. То, что касается музея-салона, то у нас есть такой план перевезти туда ЗАГС. Это было бы очень прекрасное здание. Это очень хорошее место для ЗАГСа. Единственный момент, который пока нам не позволяет этого сделать, мы не можем найти те 15-20 миллионов рублей, которые необходимы для того, чтобы его отремонтировать. Кроме того, Олег Климанов на пресс-конференции рассказал, что в 2018-м День города пройдет не весной, а в сентябре. Основные мероприятия празднования 60-летия Заречного состоятся в субботу 8 сентября.